2020 год устроил всем настоящий экзамен на прочность. Но больше всех удар пандемии почувствовали медики, которые и по сей день находятся на передовой борьбы с опасной инфекцией. О том, с чем пришлось столкнуться врачам в первые дни эпидемии, нашему корреспонденту рассказала заведующая станции переливания крови Любовь Мануева. Никто никогда с таким ужасом не сталкивался, с такими осложнениями, с такими тяжелыми пациентами, которые буквально таяли на глазах. Очень сложно было. Весна 2020-го для Любови Мануевой – это не самоизоляция и не время, проведенное семьей. Для нее это один из страшных периодов, который навсегда останется в памяти. Будучи реаниматологом, она видела самые тяжелые случаи заболевания. Спустя несколько недель борьбы с новой коронавирусной инфекцией она сама стала пациентом своего отделения. Я почувствовала себя очень плохо, когда у меня начался сухой кашель. Бесперерывный, лающий сухой кашель, который ничем не купировался. Поднялась температура, и кашель потом принял явление кровохаркания. Это было ужасно. В этом году Любовь Булгатовну назначили заведующей станцией переливания крови. Теперь она заботится о том, чтобы больницы были обеспечены главным жизненным компонентом. Одно из отделений, которое всегда нуждается в нем – ковидный госпиталь в Краскове. Кровь очень востребована. Хочу напомнить о том, что у нас есть третий стационар, в котором лечатся наши тяжелобольные ковидом. И у них достаточно много осложнений, конечно. Мы много очень даем крови туда. Врач уверен, единственный способ уберечь себя от тяжких последствий – вовремя сделать прививку. Сама Любовь Мануева вместе со своим коллективом уже давно прошла вакцинацию. Мне нужно было прививкой занимались ученые. Они ее опробировали, использовали, залицензировали. Я думаю, что любое лекарство, которое в нашей стране есть, любой препарат, он такие же пути проходит. Тем, кто исключительно не хочет прививаться, нужно посмотреть осложнение тех людей, которые выходят из госпиталя COVID-19 и которые на своей шкуре все это испытали, и с ними пообщаться.